У меня такое впечатление, что когда-то тени MAC были просто предметом поклонения. Еще где-то приблизительно 3-4 года назад блогеры, у которых были большие палетки и в них было 15 оттенков теней MAC, считались вообще богами благосферы и, в общем-то, на них просто молились. Сейчас же рынок очень сильно разросся и аналогов для теней MAC появилось очень много. Да и в принципе, очень много появляется с каждым месяцем буквально, появляется очень много новых брендов, новых релизов и, мне кажется, конкуренция растет. Поэтому в этом видео я решила сравнить некоторые свои одинарные тени. Сегодня речь пойдет в основном о трех брендах. Это будут тени MAC, которые я буду сравнивать с тенями Makeup Geek. Также я сюда добавила в этот микс тени Costal Sense, просто потому что у меня тоже есть однушки теней их. И, мне кажется, это довольно получился такой интересный эксперимент, потому что тени Costal Sense очень дешевые, то есть они стоят, обычно их цена 1,95$, и по акции довольно часто они продаются вообще за 99 центов. И в то же время тени MAC и тени Makeup Geek это одна ценовая категория, и те, и другие стоят 6 долларов. И, конечно же, не был бы это мой канал, если бы я все эти тени не сравнила со своим, скажем так, идеалом. Для меня идеалом считаются тени Larac. У меня есть практически все палетки теней, я их всегда покупаю, как только выходят какие-то новые, потому что для меня это идеальные тени, с которыми очень легко работать, у них очень классная пигментация, они отлично передаются на века, они отлично тушуются. В общем-то, для меня это пока что вот в этой ценовой категории мой идеал. Поэтому погнали, давайте приступать к обзору. Сразу сделаю небольшое такое предупреждение. Я старалась, вот как здесь видно, подобрать оттенки светлые, средние тона и темные тона. Конечно же, у меня не получилось подобрать прям идеальные аналоги, что там тон в тон они. Но в то же время, я думаю, в процессе нанесения, как я вам буду показывать, вы увидите, как они наносятся, какая у них интенсивность, какая у них пляшивость, как они пылят, как они или наоборот там очень круто наносятся. Поэтому будем их рассматривать не так, что это полные дубли оттенков, а будем рассматривать их в категории светлые оттенки, средние оттенки и темные оттенки. Ну и давайте начнем с самых светлых. Здесь у меня, мне кажется, самое лучшее совпадение, потому что у меня есть оттенок MAC, который называется Naked Lunch, и его я буду сравнивать с оттенком Makeup Geek, который называется Cinderella. Очень похожие оттенки между собой. Мне кажется, что действительно вот эти тени как раз-таки можно назвать дублями друг друга. И когда я их наношу, я вижу, что в принципе по качеству они достаточно похожи, то есть практически идентичны, но все-таки тени Makeup Geek мне по качеству нравятся совсем немножко больше. Что же касается Costal Sense, то здесь оттенок у меня S38, может быть он не совсем как бы подходит под вот эту линейку светлых, но просто светлее у меня в такой текстуре, к сожалению, ничего не оказалось. Но тем не менее, если сравнивать нанесение, то тени Costal Sense наравне с вот этими двумя показали себя достаточно неплохо, учитывая то, что цена у них значительно меньше. И что касается в целом теней Costal Sense, вот светлые какие-то вот такие вот сатиновые оттеночки у Costal Sense очень неплохие, поэтому если вы хотите немножко сэкономить, вот конкретно вот именно вот оттенок Naked Lunch меня абсолютно ничем не впечатлил, и я бы, откровенно говоря, зная вот как он себя ведет, вот уже зная эту информацию, как он себя ведет, я бы, возможно, лучше заказала вот какой-то совсем бюджетный аналог по типу Costal Sense какого-то цвета, вот такого тоже легкого, шиммерного, светлого оттенка, ну вот просто абсолютно ничего примечательного в MAC для меня здесь не было. Если перейти к средним тонам, здесь у меня, к сожалению, такое полное несоответствие по именно насыщенности цвета, потому что в MAC у меня оттенок Malt, Malt, это очень светлый оттенок, это оттенок такой вот, скажем так, транзитный, то есть его нельзя назвать светлым, но его нельзя назвать темным, он именно такой вот посерединке, и этот оттенок идеально вообще подходит для того, чтобы делать подложку под растушевку, то есть изначально вы его наносите во внешний уголок глаза, очень высоко растушевываете, и когда вы наносите более темный оттенок, то по вот этому оттенку очень красиво получается делать тушевку, то есть у вас есть слой с более светлым оттенком, потом вы наносите слой с темным оттенком, и когда вы тушуете вот так вот темный оттенок по светлому, получается более красивый переход, чем если вы просто сразу наляпаете темный цвет и будете его тушевать. Поэтому сравниваем эти, к сожалению, только так у меня получилось, Malt на своче его практически не видно, но в то же время у него есть своя прелесть, и есть свои преимущества, потому что он как транзитный цвет действительно неплохой, но опять-таки, что касается его качества, ну вот как-то вот не впечатляет меня этот оттенок по сравнению с теми же, например, тенями Makeup Geek. Средний оттенок в Makeup Geek я взяла Coco Bear, его можно также причислить и к более темным, но все-таки, да, прям совсем насыщенных темных он немножко не дотягивает, поэтому я его взяла именно в такую среднюю категорию, и вот конкретно этот оттенок очень насыщенный, очень крутой, очень такой вот богатый действительно, что его можно наслаивать и получить очень темный цвет, и в то же время его можно взять совсем чуть-чуть и получить тоже вот такой вот транзитный цвет, о котором я говорила. Из Costal Sense я взяла здесь для сравнения оттенок M21, он, конечно, очень сильно пылит, и тени Costal Sense в принципе отличаются тем, что они пылят, и вот эта пыль, она плохо цепляется к коже, то есть сцепление с кожей этих теней значительно меньше, поэтому вы получаете, скажем так, меньшую интенсивность теней на веки. Вот это их в целом такой вот как бы минус по сравнению с более дорогими брендами. Ну и давайте, конечно, закончим более темными оттенками. Я взяла самые темные, которые у меня есть в каждой линейке. В маке это у меня оттенок M-Bark, и в Makeup Geek это у меня оттенок Beaten, в Costal Sense это у меня оттенок M16. Что хочу сказать, в маке меня оттенок M-Bark очень сильно разочаровал, вот действительно разочаровал, потому что он ложится неоднородно, и он плешивит, вот конкретно просто плешивит. Я когда оформляла им внешний уголок глаза, вот я сильно разочаровалась, потому что вот на глазах он вел себя вот откровенно говоря, как вот бюджетные тени, вот такие конкретно бюджетные тени. Очень меня разочаровал этот оттенок. Что же касается Makeup Geek, у меня здесь оттенок Beaten. Это классный цвет. Он уникальный тоже по своему именно оттенку, потому что это вроде как и коричневый, но он конкретно имеет вот такой вот бордовый подтон. Очень круто выглядит на зеленых глазах вот этот цвет, и также просто замечательно этот оттенок выглядит на карих глазах, и на вообще такой вот именно контрастной темной внешности, да, когда темные волосы, темные глаза. Вот на таком типаже девушек очень круто выглядят вот такие вот оттенки тени. Что касается Costal Sense, то опять-таки здесь же сталкиваемся с той же проблемой. Он пылит, да, из него можно что-то выдавить, но в то же время, конечно, он уступает тем брендам, которые были показаны до этого. Итак, все по сводчим я вам показала. Вы сами убедились, как они наносятся, как они смотрятся. И давайте вот сейчас вот в этот компот весь я добавлю свой идеал. Самый вкусный ингредиент это тени ларак. Я вам покажу просто для сравнения, как ведут себя тени ларак, потому что когда мы сравниваем только сугубо три вот этих бренда, о которых я говорила ранее, кажется, что, ну вот разница как-то не сильно заметна, да, между ними. То есть, ну, заметно, но не сильно. Но когда я добавляю в этот весь микс тени ларак, я думаю, вы очень сильно заметите разницу, потому что в светлом тоне я взяла тоже светлый оттенок из палетки ларак про, и он, конечно, на голову, мне кажется, выше, чем все предыдущие были. То же самое абсолютно происходит и в средних тонах, когда я беру тоже средний такой вот оттеночек из ларак про, он значительно выигрывает. Да, тени ларак у них есть такая особенность, они тоже немножко могут пылить, и когда вы набираете оттенок кисточкой, может появиться вот такая вот пыль, но в то же время у них обалденное просто сцепление с кожей, то есть эта пыль у вас не опадает вот так вот по всему лицу, а как только вы касаетесь кистью глаза, глаз сразу как будто хватает весь этот цвет, и потом он растушевывается очень просто. И что касается темного оттенка, тут здесь вообще небо и земля, я взяла темный оттенок из ларак про, и вот просто вообще разница действительно колоссальная, потому что мак такой конкретно пляшивый оттенок, мейкап гик, ну такой нормальный, ну как бы ничего особенного, костал сенс вообще здесь отдыхает, а вот когда наносишь ларак, то сразу видишь просто огромную разницу в насыщенности цвета, в пигментации, в том, как она ложится, как она сцепляется с кожей, поэтому мне, конечно, очень хотелось добавить сюда ларак, и показать вам сравнение вот этих марок с моим личным как бы идеалом. Итак, ну давайте теперь все это подсуммируем, и если вот сказать вот коротко, да, мое мнение, я считаю, что тени мак сейчас это далеко не предел мечтаний, меня очень многие визажисты спрашивают, стоит ли разоряться на мак, стоит ли собирать палетку, я считаю, нет, не стоит, и я не хочу сказать, что тени мак там вообще ужас, кошмар, и в целом там бренд плохой, каждый из этих брендов мне нравится какими-то своими определенными продуктами, но что касается теней, мне кажется, все-таки это дорого, потому что если вы собираете какую-то палетку, да, вам же недостаточно будет купить одну какую-то тенюшку и все, радоваться жизни, то есть вы, скорее всего, захотите купить там оттенков, ну хотя бы 10, да, для того, чтобы был какой-то выбор, и 10 теней мак это 60 долларов, это даже не учитывая доставку, если вы будете доставлять откуда-то за рубежа, поэтому я считаю, что это достаточно дорого, даже если учитывать, что просто 60 долларов вы потратите, поэтому для меня конкретно вот такие вот однушки теней на данный момент очень сильно проигрывают по сравнению с палетками, потому что палетки вы все-таки покупаете, можно сказать, тени со скидкой, они там собраны так, как захотел производитель, то есть у вас нет возможности выбрать какие-то идеальные цвета, которые вам бы хотелось, но в то же время, вот именно конкретно, чем мне нравятся те же палетки Ларак, это тем, что там очень грамотно подобраны оттенки, то есть там есть ряд матовых оттенков, ряд шиммерных оттенков, сатиновых оттенков, то есть вы, покупая эту палетку, в принципе, практически ни в чем себя не лимитируете. И в самое заключение могу сказать, что если бы вы хотели услышать мой совет, я бы вам рекомендовала покупать вот такие вот одинарные тени, только если вам конкретный какой-то оттенок, ну прям вот так понравился, что вот просто вы не представляете, как вы можете без него жить. Да, какие-то отдельные оттенки, уникальные можно из этих брендов выбирать, и я бы сказала, что MAC и Makeup Geek, это практически идентичное качество, я не вижу между ними разницы, я не вижу, чтобы один бренд был лучше, второй хуже, то есть для меня это вот практически полные аналоги, и все зависит только от того, какой оттенок в какой марке мне больше нравится. Вот лично я бы этим и руководствовалась при выборе тех или иных оттенков. Что касается теней Coastal Sense, то здесь качество, конечно, похуже, но если выбирать какие-то светлые оттенки, особенно в таких текстурах, как сатиновые, то я думаю, вы не ошибетесь, если вы возьмете каких-то светлых оттенков сатиновых, вам, скорее всего, качество их понравится. И на этом я думаю, что можно уже это видео заканчивать, я очень надеюсь, что оно вам понравилось, если так и было, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Пока! Пока!